Добрый день, маленькие любители Недштурма! С вами, как обычно, Дэнзи, он же Штормкэт. Сейчас мы посмотрим в записи Шторминг, который проходил в эту субботу. Играет сейчас группа лузеров. Это Овер Ковер против Сливера. Сливер играет синим, Овер Ковер играет красным. Хорошая энтропия карты, я бы сказал, ни у кого нет преимущества. Начинает вырываться по мостам Сливер, а вот Овер Ковер где-то потерял очень много времени. Возможно, он в своих двух воркшопах выбирал технологии и потерял очень много времени. Пока он выбирал технологии, Сливер строил мосты, захватывал карту. Но вот сейчас вы видите, справа хорошо мостами проходит Овер Ковер. У Сливера, возможно, не влезет здесь Аутпост. Ах, зараза, все-таки он поставил. Овер Ковер. Делают ошибку Овер Ковер. Идет он назад. Зачем он идет назад? Хотя мосты строят вроде бы и правильно, вниз в правый угол. Но вот уходит он назад, зачем-то и стоит. Видите, я не знаю, зачем он пошел назад. Тем самым Сливер, посмотрите на мини-карте слева-снизу, отгораживая себе большую часть карты. Так как Овер Ковер пошел назад, скорее всего, он и продолжит идти назад, захватывая то, что так и так ему принадлежит. Так как он идет назад, то он просто теряет время. Конечно же, сейчас уже необходимо было бы со всех сторон спамить Веры Гиги. Я думаю, это не сильно бы нагрузило экономику. Я заставил бы Сливера чем-то дефаться. А чем бы ты не дефался, все равно выйдет дороже. Тем более, ману вард подстреливаются и арбалетами, и дисктройерами. Непонятно, зачем в такой обход, в такую даль пошел Овер Ковер. Да и раз есть, сан-воркшоп есть. Стон Тауэрс усиленный на целых 400 хитов, на 400 здоровья. В рамках Недшторма это просто какой-то абсолютно безумный, бездумный баф. Так как весь код находится у DVM-а, он ни с кем не советуется. И делает абсолютно какие-то бредовые вещи. Абсолютно на свое усмотрение, не считаясь ни с балансом, ни с математикой. Ни со здравым смыслом даже. То есть абсолютно пофигу. Чего хочет, то и делает. Дэвилмейкер он сделал абсолютно бесполезным юнитом. Пробовал я играть Дэвилмейкерами несколько игр. Но эффективность их стремится к нулю. Ввиду того, что усилены Айс Тауэрс, Тон Тауэрс, Булварки. Неплохо настреливает Големов овер-ковер. Использование Стон Тауэр я считаю оправданно. Так как здесь есть микс из Айс Кэнонс и Ману в Варс. И если бы он строил Солнечные Баррикады, это конечно было бы более оптимизировано. Но требует больше времени, требует больше микро. И требует защиты каким-то противовоздухом самих баррикад. А Стон Тауэр поставил, как говорится, и стоит она себе. Защищает и от воздуха, и от земли. Начинает появляться первая проблема овер-ковера. Играет он только Големами. И ближние гейзеры уже собраны. Теперь будут поступать к нему деньги большими порциями, но очень редко. Из-за того, что порция поступает большая, создается ложное впечатление, что у тебя что-то есть. Эти деньги тут же расходуются. А потом ты сидишь минуту, сосешь палец. Тем временем, Сливер более экономно расходует свой Шторм Пауэр. Ну что ж, окончательно сам себя добивает овер-ковер. Уходит он в Тандер. Его экономика и так уже мертва. Ну, Тандер это просто уже все. Как говорится, автопрогрош. Это просто конец. Вот мы видим здесь еще был один остров справа, который отгородил овер-ковер. Возможно, он был бы по-стабельным. Можно было бы там баллон запустить, пособирать. Сейчас Сливер использует преимущество Айскеннонс в дальности и Ману Варс в дальности и в мощи. А беспонтовый Девил Мейкер там стоит, что-то крутит. Я считаю, изначально карта была равная. Может быть, стоило овер-коверу изначально пойти влево-вниз. Если бы он считал, что так нужно пойти. Мы видим, слева были неплохие опции. Большие острова, ингейзеры. А учитывая, что у него два воркшопа против одного у Сливера, я думаю, он бы отбился с помощью тех же Стонтовар. Ну, теперь шансов уже никаких нету. Такое количество Ману Варс очень сложно задефать. И хотя гейзеры у Красного еще есть, но, опять же, собирать их големами очень долго. Гейзеры далеко. Вот мы видим, Сливер ходит еще, собирает. Интересно, что в этой первой игре Лузеров Сливер играл вообще без защиты. То есть, вся его защита, это была спам Айс Кэнон, Слиманов Варс. Ни баррикад, ни башен ледяных, ничего не было. Была атака на атаку, а у ловер-ковера все-таки были Стонтауэрс усиленные. Были арбалеты, которые лучше стреляют в транспорт. Также на карте много маленьких островков, которых удобно подключать. Да и Сливер их сам активно подключает. Из этих островков удобно расстреливать арбалетами транспорт. Бассейны Ману Варс, у них мало здоровья. Да, Жарав понимает, что уже никаких шансов нет. Скорее всего, ошибка была стратегическая. Мне сложно судить. Было бы правильно играть со стороны овер-ковер два воркшопа, или правильно был бы один сыграть. Например, с Солнцем. Неплохой вариант. Солнцем чрезвычайно тяжело убивать транспорт. Диски очень медленные. Но зато можно строить намного больше юнитов со всех сторон. Ну что ж, GG. Женщик.